Это хедлайн на RTN в студии Артем Андросов. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Дженнифер Крамбли тоже написала об этом пистолете в социальных сетях, назвав его самым рождественским подарком их семьи. По словам правоохранителей, мать незадолго до инцидента в школе водила сына на стрельбище. А в понедельник за день до стрельбы учитель Итана Крамбли увидел, как тот интересовался боеприпасами и сообщил об этом руководству школы. Мама парня Дженнифер Крамбли не ответила, когда ей позвонили из школы по поводу этого поведения. Но позже в тот же день она отправила текстовое сообщение своему сыну, в котором говорилось. Я не злюсь на тебя. Ты должен делать так, чтобы тебя не поймали. Эту ситуацию обсудим с психологом Мариной Марининой. Она присоединяется к нам из Нью-Йорка. Марина, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Но вот, знаете, я как противник свободного владения оружием считаю, что в этой семье был культ, ненормальный культ оружия. И поэтому случилось то, что случилось. Ребенок взял оружие и пришел, сделал шутинг, убил людей. Вот скажите, вы как профессионал, что в этой семье увидели? Ну, смотрите, честно, я не хочу не давать никому ярлыки или как-то кого-то обсуждать или осуждать, не дай бог, ни в коем случае. Но на самом деле, если мы можем в речи где-то, родители я имею в виду, потребить, что да я всех там расстрелял, да я там, да я, да я, то потом, когда ваши дети вырастают и у них есть такая возможность взять оружие, которое лежит у вас дома, и пойти кого-то пристрелить, для них это нормально, потому что, ну вы же это сказали, а для детей мы это боги. То есть, ну, в определенном возрасте, да, потому что мы все им даем, ну, в смысле, в прямом, да, питание, жизнь, одежду. И поэтому это нормально, что мы что-то ляпнули, не подумав, а дети это реализовали. И поэтому сейчас осуждать ребенка или там родителей, ну, уже бессмысленно, люди уже пострадали, да, то есть здесь закон разберется. Но на будущее что мы можем сделать, да, мы можем следить за тем, что мы говорим, особенно при детях, особенно если это, да, в принципе, до 18 лет, потому что у детей постоянно перестройки, то формируется личность, то формируются базовые какие-то понятия, то идет гормональный сплеск, то есть каждый период жизни формируется то или иное в человеке, да. И поэтому очень важно следить за собой. Многие вот часто у меня спрашивают, да, как воспитывать детей. Я говорю, ребята, пожалуйста, умоляю вас, да не воспитывайте вы детей. Вы за собой следите, и у вас дети будут идеальны. Не надо держать оружие вот так вот просто, чтобы ребенок мог взять. Это первое. Второе, что очень важно, часто бывает нормальная семья, без заскоков про оружие, и реально следят за своим разговором, но с детем что-то происходит, да, и, например, 14-15 лет, да, он ушел в социум, и компания не очень хорошая. Как вы можете это отследить? Пожалуйста, 90-е-то наркотики были, сейчас вот оружие, если в Америке, там, в России, там, наркотики и так далее. То есть в любом, вообще, где бы вы ни жили, да, общайтесь со своим ребенком. Не надо 24 на 7, поверьте, вы никому не нужны 24 на 7, даже своему работодателю. Просто общайтесь. Но как общайтесь? Вы говорите о том, что хотите, вплоть до погоды. Но секрет такой, слушайте. Не важно, что ваш ребенок говорит, просто умейте слушать. На самом деле, Артем, у нас бич того, что мы, все наши проблемы человечества, от того, что мы не умеем слушать. Мы слышим только себя. Вот у меня болит, мне плохо, я себя слышу. А то, что рядом творится, я не слышу. На самом деле, дети, они очень открытые по натуре своей, они очень открытые, пока их, ну, не зашугать, там, не наделать каких-то вещей, да. И они вам все расскажут. И какая у них компания, и есть ли там наркоманы, и есть ли там еще преступники. Что? Они все расскажут. Но надо уметь слушать, надо уметь читать между строк, надо уметь слушать. Понимаете, про что я говорю? Все-таки вы родители, да, вы по-любому старше своего ребенка. И вы по-любому разумнее своего ребенка. Поэтому просто научитесь слушать. Не готовя щи разговаривать с ребенком. Твое внимание, ну, слушайте, даже Юлия Цезарь, Александр Македонский, они все, да, они там многозадачные. Мы, женщины, тоже многозадачные. Но когда мы готовим щи или еще что-то, ведем машину, там, мужчина, женщина, неважно, вы сфокусированы на чем-то. Вы можете не услышать, вот про то, что я говорю, между строк. А если вы именно… It's ok, вы busy, я понимаю, мы все живем в разном времени и так далее, да. Уделите, ну, я не знаю, ну, 20 минут, ну, 10 минут, ну, раз в неделю даже, но поговорите с человеком, с вашим ребенком. Я вас уверяю, вы очень много узнаете. Очень много. Марина, у меня такой вопрос. А вот если, есть ли какие-то сигналы для родителей, что ребенок может потенциально, ну, например, взять оружие, либо какие-то другие сигналы о самоубийстве, суициде, например, да, что может быть этим сигналом для родителя? Да, конечно, Артем, конечно. Поэтому я и говорю, вот эти фишечки, что вы должны слушать своих детей, вы должны с ними разговаривать, но именно уделять им непосредственно стопроцентное время, а не пока щи варили, да. Почему? Потому что тогда вы и увидите эти сигналы. А эти сигналы, они очень простые. Элементарно, ребенок закрылся в себе. Мам, не надо. Мам, не надо. Папа, отстань. У меня все нормально. То есть, такого не может быть. Если у ребенка все хорошо, и опять же, смотрите на себя. Если вы, конечно, были пожизненно закрыты, вы не общались ни с кем в его возрасте, в возрасте своего ребенка, то тогда может быть. То есть, здесь надо смотреть, ну, аккуратно, да, то сейчас все родители в панике будут, побегут сразу к психологу. Нет, то есть, смотрите, вы смотрите на себя, то есть, кто вы, да, то есть, ваш ребенок, это продолжение вас. То есть, если вы были в детстве вот такой, то приблизительно смесь вашего детства и вашей жены будет ваш ребенок. Но, опять же, чтобы что-то увидеть, нужно общаться, нужно уметь слушать. Если вы, допустим, растили своего ребенка открытым, то есть, вы нормально общались, вы дружили, как мне многие говорят, уже дети, будучи, приходя в возрасте, да, они говорят, у меня с мамой все окей, мы подружки, она все знает про меня. Вот, потому что вы разговаривали, то есть, ну, я имею в виду, мама этой женщины уже взрелая, да, она разговаривала и до сих пор разговаривает. И уже женщина своих детей имеет, но она вот так вот о маме отзывает. Поэтому, пожалуйста, разговаривайте со своими детьми. Если вы видите изменение в поведении, то аккуратно общайтесь. Просто на другие темы. Не так вот, знаете, подойдите в лоб и скажете, ты что-то как пристрелить хочешь? Ну, то есть, понимаете, да? И если у вас мамы, папы, вы все чувствуете, поверьте, если у вас закралась какая-то мысль, у нас так мозг устроен, понимаете? Мы осознавать можем что-то не осознавать. Но если вдруг у вас появились мысли, что что-то не то с моим ребенком, пожалуйста, вот как только эта мысль появилась, идите на прием к психологу. Я вам серьезно говорю, потому что осознанный мозг, он не всегда догоняет тот безосознанный, да, который он все считывает. То есть, грубо говоря, вот я смотрю прямо, но я вижу все по периметру, да, ну, как бы зрение, да. И то, что мне нужно, на чем я концентрирую свое внимание, то я и озвучиваю. А это, оно все равно считывается. И если бы на меня кто-то летел с этой стороны, я бы испугалась, да, вот так и тут. То есть, ваш мозг, вот эти сигналчики, у каждого они будут свои, Артем, понимаешь? То есть, ну, как бы в основном, да, вот закрытость, какое-то изменение поведения. Да, дело в том, что родители обычно действуют как? Что если ребенок, ну, как вы говорите, закрылся от родителей, ведь каждый ребенок проходит так или иначе через какие-то эти стадии, правильно? Да, конечно. То родители думают, вот я не буду его трогать, ну, зачем? Пусть пройдет, успокоится и как-то само все уляжется. А потом получается, что многие заходят в тупик. Да, а это потому, что нет общения, Артем. Что значит все уляжется? Понимаете, то есть, человек закрылся. То есть, про то, что вы говорите, тут, знаете, смесь. С 13-ти, там, до 14-ти лет, если родители адекватные и ребенок адекватный, то идет сепарация, да, то есть отделение. То есть, что это такое, ну, допустим, мальчик, да, начинает как-то бунтарить, там, что-то такое, чтобы ты не сисюкал меня, потому что я уже мужик. Ну, грубо говоря, так перевожу, да, на русский. То есть, гормоны идут. У девочек то же самое. Что нужно сделать? Просто не сисюкать. Просто разговаривать с ним, как взрослым. И все. Но не закрываться. Не давать ему время побыть в одному в комнате, и там, неизвестно, со своими, там, новыми тараканчиками. Да? Ни в коем случае. Ни в коем случае. И вы совершенно правы, Артем, сейчас очень много мамочек, ну, потому что мама больше с детьми и больше переживает, обращаются как раз вот этой проблемой, потому что дети уже все болезни, ну, какие только я знаю, они все помолодели. Поэтому даже из депрессии уже в 16 лет приходят. Марина, спасибо большое вам, что сегодня вечером нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Сегодня Марина Маринина, психолог из Нью-Йорка, была с нами на связи. Всего доброго, до свидания. На этом у меня все. Увидимся с вами в воскресенье вечером на канале Артем в программе «Американский акцент». Я желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...